МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. И сегодня в выпуске. Новая форма, новый портфель, новая школа в Урмарском районе 1 сентября прошло по-особенному. Купальный сезон закрыт, время мусорить прошло. В Заволжье экологи и добровольцы собрали сотни мешков мусора. В новом учебном году в Республике будет все наоборот. Национальное телевидение Чуваши презентует новый проект для школьников. Сегодня у российских студентов закончились летние каникулы и началась новая учебная пора. Глава Чуваши поздравил с Днем знаний студентов и преподавателей Кооперативного и Московского автомобильно-дорожного институтов. О том, как начался учебный год в этих вузах, расскажет Татьяна Трофимова. 673 вчерашних школьника из 30 регионов России выбрали для учебы Кооперативный институт. И все они сегодня студенты-первокурсники. Будущие юристы, управленцы, экономисты, технологи общественного питания. Девушка даже приехала с Хабаровска. Я сперва не поверил. То есть это самый дальний регион Российской Федерации. Они нашли Чебоксары, они нашли Кооперативный институт. Это говорит о том, что на самом деле институт сегодня имеет свое доброе имя, имеет свой уровень, и студенты, хотя все студенты 100% учатся на коммерческой основе, трудоустраиваются. И это очень важно. Настя – будущий управленец. Девушка осознанно выбрала эту профессию, и то, что родители будут оплачивать обучение, еще больше мотивирует ее хорошо учиться. Родители зарабатывают, надо учиться, не подводить их. В Кооперативном институте начался мой отец. Должен государственное муниципальное управление. Теперь традицию продолжаю я. Мне тут очень нравится, правда. Эмоции какие положительные. В Кооперативном институте первокурсникам есть с кого брать пример. Общественная жизнь здесь просто кипит. Старшекурсники, активные участники КВНов, студвесен, различных молодежных проектов. При этом и отличники учебы. Когда-то, наверное, еще 5 лет назад, когда я только пришла в этот институт, было немножко так страшно. Вот ты заходишь в актовый зал, все такое большое, новый уровень, это не как в школе. И другая сцена, другой актовый зал, новые люди, новые знакомства, все другое. А сейчас уже так приходишь, все уже свое родное, родные стены, родной институт. Студенческая пора – это самое прекрасное время. Я вам желаю всем отличной учебы. В этом институте 224 новобранца. Будущие специалисты – дорожно-транспортные отрасли. 95% из них будут обучаться за счет федерального бюджета. Благодаря образовательной политике, реализуемой в Чувашской республике и лично главой республики Михаилом Васильевичем Игнатьевым отмечается все возрастающий интерес абитуриентов к инженерным профессиям. Большинство студентов МАДИ остаются работать в республике. Кто на предприятиях и заводах, а кто-то продолжает передавать знания в стенах родного института. На круглом столе в автодорожном институте глава республики обсудил вместе с преподавателями, студентами и работодателями дальнейшее трудоустройство молодых специалистов и взаимодействие филиала с ведущими предприятиями и организациями дорожно-транспортного комплекса республики. Нами разработана тема «Электромобиль транспорта будущего». Мы именно доказали, что внедрить электромобиль в город Чавоксары это будет выгодно. От качества образования этих студентов зависит качество наших дорог, отметили специалисты отрасли. А глава республики подчеркнул, что их знания и силы будут очень кстати при строительстве высокоскоростной магистрали. В этом году День знаний 1 сентября пришелся на воскресенье. Более 125 тысяч учеников пришли в школы. Впервые порог учебных заведений перешагнули 13 тысяч первоклассников. В День знаний в каждой школе прошли торжественные линейки с участием родителей, представителей власти, общественных организаций и предприятий. По сообщениям МВД, почувавшие в этот день общественную безопасность в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребывания молодежи обеспечивали более 800 полицейских. 1 сентября в каждой школе учебное расписание было индивидуальным. Занятий, как таковых, не было. Но во всех школах прошли открытые уроки, урок конституции, посвященные 20-летию принятия основного закона Российской Федерации. Встретила своих учеников и 5-я гимназия Чебоксар, партнер Сколково. Здесь устроили презентацию возможностей «Цветик-семицветик» и экскурсию для юных гимназистов. Здравствуй, новый дом! Родители, собравшиеся у гимназии, напутствовали своих детей. Всех наших деток нашего класса хочу поздравить с Днем Знаний, с перехода в новую школу и пожелать им легкой учебы, хороших учителей и дружбы в классе. Всем терпения, всем удачи и здоровья. В течение недели в школах пройдут всероссийские образовательные акции. 3 сентября на уроке «Здоровые дети в здоровой семье» будут обсуждать вопросы здорового образа жизни. Также в этот день начинаются мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Это самая новая памятная дата, установленная федеральным законом о днях воинской славы России. Она связана с трагическими событиями в Беслане 2004 года, когда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе номер один погибли более 300 человек, среди них более 150 детей. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. А в Урмарском районе в День знаний свои двери распахнула новая школа. Этого праздника в деревне Шахобылово ждали давно. Старое здание признали аварийным, ведь оно было возведено в 1929 году. Ученики и преподаватели переехали в настоящий дворец. На новоселье в стране знаний побывала и наша съемочная группа. Преподаватель Вера Семенова и восемь первоклашек – настоящие герои дня. Порог новой школы им посчастливилось переступить самыми первыми. Для ребят все в диковинку, а учительница вспоминает о том, в каких условиях ей приходилось работать раньше. Удобство на улице, печное отопление, сгнившие полы. Теперь им даже чебоксарские педагоги могут позавидовать. Потому что у нас все сейчас есть в классе. И компьютеры сейчас все есть, и теплая вода, и все у нас, все туалеты сейчас. Сейчас очень хорошая обстановка у нас сейчас в школе. Открытие новой школы – большое событие не только для учителей, но и для всех местных жителей. Построить этот дворец в районе планировали давно, но необходимых средств в бюджете не удавалось изыскать. С мертвой точки вопрос двинулся в позапрошлом году. Специалисты с большим трудом приняли старое здание в эксплуатацию. Даже капитальный ремонт здесь проводить не было смысла. Проект разработали, а работа закипела. Подрядчикам уже тогда поставили задачу возвести школу к первому сентября. Мы за год построили вот это здание, новые здания школы. Здесь все условия есть для учебы и занятий спортом, столовые, медицинские кабинеты, три медицинские кабинета, кабинет информатики, столовые, все прекрасное оборудование. Просторный спортзал, большой стадион, новая мебель и современное оборудование. Об этом ученикам приходилось только мечтать. На строительство нового здания с бюджета было направлено более 100 миллионов рублей. В таких условиях учиться плохо невозможно. От ребят ждут успехов. Примером подают известные на весь мир выпускники. Именно эту школу закончил олимпийский чемпион Валериан Соколов. И сейчас образовательное учреждение носит его имя. От мальчишек и девчонок. Благодарность от души. Наша школа просто сказка. И мы тоже хороши. Первый звонок в новой школе прозвучал для 90 учеников. Хотя места здесь хватит для 160 ребят. В деревне Шахобылово население растет с каждым годом. В детском саду уже сейчас планируют открыть дополнительную группу. С будущими выпускниками глава республики пообщался тет-а-тет. Разговор зашел о профессиях. Свой выбор многие ребята уже сделали. Некоторые мечтают стать медиками. Чтобы получать диплом обучшего образования, мы могли бы там трудоустроиться. Так это вот желание есть, плюс стремление есть. Плюс намерите навыков, что добрый путь только можем пожелать. Строить такие же современные школы в республике намерены и дальше. Большие средства этим летом направили на капитальный ремонт старых зданий. Учебные заведения на селе теперь ничем не уступают городским. Учителя рады. Глаза горят. У учеников тоже глаза горят. Они жаждует получать знания. А родители, конечно, они счастливы. Они хотят, чтобы их дети превзошли самих родителей. Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов. Республика. А сейчас к другим новостям. В эти выходные свой профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой промышленности. Накануне в Москве председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание, на котором обсуждались достижения и проблемы отрасли. Со своим докладом на нем выступила глава Чувашии Михаил Игнатьев. На фоне других регионов программу газификации Чувашия выполнила на 84%. Причем город и райцентр глубым топливом обеспечены полностью. А вот поселения еще не все. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Газификация территории России как городских, так и сельских – приоритетная задача. Все это тоже является залогом стабильного развития страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев это подчеркивал не раз. Уровень газификации регионов уже превышает 80%. Но федеральная программа на этом не завершается. В этом году в ее рамках субъектам России планируется выделить более 30 миллиардов рублей. Сплошная газификация регионов страны началась 8 лет назад. С 2005 года компания «Газпром» и региональные власти стали заключать соглашение о сотрудничестве и утверждать совместные программы. Именно тогда в России появился новый национальный проект. Его результаты налицо. Проведена глобальная работа. Глобым топливом уже пользуются жители 3000 населенных пунктов. Причем отрадно, что за последние годы мы смогли довести показатель газификации сетевым газом в сельской местности до цифры более 50%. Сейчас это 53%. Я помню, когда мы начинали, ситуация была существенно другой. Корпорация строит газопроводы. Местные власти доводят систему до потребителей. Регионы, которые исполняли взятые на себя обязательства четко и без боев, сейчас отчитываются о полной обеспеченности газом. Но похвалиться проделанной работой готовы далеко не все субъекты. Даже когда необходимое оборудование уже установлено, заказчики не торопятся строить сети. И это повышает сроки окупаемости газопроводов. Это означает, что построенная инфраструктура простаивает, люди так и не дождались газа. Ну и наша промышленность и сельское хозяйство не получило дополнительного импульса для развития, а стало быть, не получило необходимых инвестиций. Главе Чувашии на совещании было что рассказать. Газификация в республике практически завершена. Общая протяженность сетей сейчас превышает 15 тысяч километров. На природный газ переведены все котельные республики. Впереди новые инвестиционные проекты. В Чебоксарах в ближайшее время планируют построить очередной газопровод. Голубое топливо через два года появится и в Заволжье. Причем основные расходы на себя берет сама компания. Левый берег Волги, где нет газификации вообще населенных пунктов, потребителей, на сегодняшний день в инвестиционной программе заложено. Через республику Мариел, газифицируя населенные пункты как потребители, будем проводить. И я предполагаю, что за два года эти вопросы мы разрешим. В ближайшее время необходимо сократить долги за потребленный газ. Пока они имеются только у коммерческих организаций и компаний сферы ЖКХ. Мы обязаны погашать долги за свой потребленный газ. Эти моменты могут возникнуть в перспективе как сдерживающими факторами. Поэтому, пользуясь эфиром, я обращаюсь к потребителям газа. Купил газ, за него надо рассчитываться, как с любым товаром. Впрочем, долги за газ копятся во всех регионах. В начале этого года компания недосчиталась 100 миллиардов рублей. Подключение к сетям тоже не всегда проходит гладко. Возникают нарекания к техническим условиям и завышенной стоимости. Чтобы решить эту проблему, в июне были приняты поправки в федеральный закон. Дмитрий Медведев отметил, что темпы газификации регионов ничто не должно сдерживать. Барьеры необходимо устранить в короткие сроки. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Республиканская благотворительная акция «Даришь книгу, даришь мир» завершилась. Ее участниками стали деятели культуры и искусства, писатели, а также жители Чувашии. Свой однодневный заработок в пользу детей перечислили и сотрудники Чувашского книжного издательства. Подробнее в нашем сюжете. 1 сентября для учеников Калининской и Цивильской спецшкол-интернатов оказался не только днем знаний, но и днем сюрпризов. В подарок от сотрудников Чувашского книжного издательства они получили более 300 книг на чувашском и русском языках. Конечно, цель и основная задача нашего издательства – это чтобы каждая наша книга, выпущенная для наших детей, она нашла своего читателя. Поскольку книги наши действительно замечательны не только по содержанию, но и по преграфическому исполнению, по художественному оформлению. Книжное издательство Чувашии ежегодно выпускает более 100 разных книг, но не все издания попадают на стол учеников. Акция «Даришь книгу. Даришь мир» помогла детям раскрыть мир увлекательного и познавательного чтения. Мы хотим, чтобы наши дети с ранних лет любили читать. Читать и на родном языке, конечно, тоже. Официально благотворительная акция завершилась, но стать ее участником можно и сейчас. Для этого необходимо приобрести книги в Чувашском книжном издательстве по льготным ценам и подарить их школьным библиотекам детских домов и многодетным семьям. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. 1 сентября в Республике официально перестали работать пляжи, а соответственно спасательные станции и посты. Купальный сезон официально закрыт. Предупреждающие флаги опустили до следующего лета. В этом году количество происшествий на воде снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в МЧС по Чувашии. Всего на водных объектах Республики зарегистрировано 49 происшествий, в результате которых погибли 44 человека. Спасли 15. Большинство несчастных случаев произошло из-за купания в состоянии алкогольного опьянения и в местах, где категорически запрещено плавать. В местных водоемах, обводненных карьерах. Зато фактов гибели людей при купании на пляжах и в специально оборудованных местах отдыха у водоемов и в детских оздоровительных лагерях в этом сезоне не зафиксировано. Накануне нового учебного года в Заволжье прошел всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 40 добровольцев выехали на уборку лесов. В качестве точек уборки были выбраны участки, прилегающие к озерам Светла и Зьяр Астраханка, а также территория вдоль побережья Волги от базы отдыха «Буревестник» до физкультурно-оздоровительного центра «Росинка». Именно эти места в Заволжье часто выбираются для отдыха и, кроме того, они являются памятниками природы регионального значения и по праву заслуживают чистых берегов без загрязнения мусора. В ходе субботника со всех точек было собрано и вывезено 200 мешков мусора. После плодотворной работы всех участников субботника ждал вкусный обед. На набережной Чебоксар сегодня все утро звучала музыка. Представители женсовета Чувашии встречали гостей из Перми. На набережной Чебоксар сегодня все утро звучала музыка. Так представители женсовета Чувашии встречали гостей из Перми. Самое главное в этой жизни – это общение, это отношения, это обмен опытом. А нам есть о чем поговорить, потому что в наше непростое время у женщин немало забот. Организация женская очень много делает. Мы перенимаем у нее опыт. И поэтому мы наш актив привезли сюда. Мы так благодарны, что нас так тепло, гостеприимно. Вы встречаете, нам очень понравилась ваша набережная, ваш город, ваши люди. Основная цель встречи – обмен опытом и решение проблем по сохранению и приумножению таких ценностей жизни, как материнство и семья. Такие встречи очень важны, отметила Лариса Игнатьева. Они позволяют решать проблемы разносторонне. Следующая информация специально для вас, школьники. Вы, конечно, уже успели побывать в школе, увидеться с одноклассниками после долгих каникул, рассказать самим и расспросить их о том, как прошло лето. Корреспонденты новой детской программы на национальном телевидении «Алкил Бупсер» в первые учебные дни тоже не теряли времени даром и подготовили для вас свежие и интересные школьные новости. Республика наоборот. Сегодня, в первый по-настоящему учебный день, на национальном телевидении стартует новая детская программа «Алкил Бупсер». Премьера состоится после «Республики взрослой» в 20 часов 30 минут. Корреспондентами «Алкил Бупсера» стали настоящие школьники, которые, впрочем, прошли серьезный и совсем не детский кастинг. Здравствуйте! Вы смотрите национальное телевидение «Чуваши». Это самый основной всего двенейный праздник – День знаний. Корреспонденты-ведущие будут проверять на себе, а затем рассказывать маленьким зрителям, каково это быть новеньким в классе, собирать самые интересные новости школьной жизни, брать интервью знаменитостей и представителей правительства «Чуваши». Кстати, у зрителей нашего канала есть возможность «Алкил Бупсер» не только смотреть, но и участвовать в создании программы. Свои новости и темы для сюжетов можно предлагать по телефону 64 11 11. Ирина Калентьева стала четвертой на чемпионате мира по маунтинбайку. В Южноафриканской республике завершились чемпионаты первенства мира по велоспорту. Россию на международной арене представляли 18 гонщиков во главе с призером Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира Ириной Калентьевой. 29 августа в ЮАР стартовали чемпионаты первенства мира по маунтинбайку. Всего в составе сборной России на соревнованиях выступили 4 представителя «Чуваши», сообщили в Минспорта. Ближе всех к призовой тройке подобралась Ирина Калентьева. Финишную черту уроженка Батаревского района пересекла с четвертым результатом. Вера Андреева финишировала 25-й. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь. Увидимся в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин